Всем привет! Привет, меня зовут Али, я араб, приехал из города Вавилон. Я учусь в институте нефти и газа, Сибирский федеральный университет. Короче, парни, по коням. Мы едем в лес Сибирск навстречу земляков. У ангарсков есть поговорка. Попали, поели, но не попили, значит не погуляли. Вообще круто, на самом деле. Это как у нас, молитва, так тоже мечит. Ходят ребята, читают Коран или что-нибудь. И они делают такого. А меня зовут Яматусео. Я преподаю японский язык в Сибирском федеральном университете. Я расскажу вам об истории этого народа. Мне поможет в этом коренной ангарец. Сотрудник Красноярского краеведческого музея, профессор Николай Парикарпать Макаров. Здравствуйте, Николай Парикарпать. А кто такие ангарцы? 200 лет назад это были первопроходцы, мужественные люди, не боящиеся трудностей. 200-300 лет назад. Столетия назад это были уже уверенные в себе жители вот этого приангарья. Ну и, безусловно, ангара во все эпохи, во все времена определяла характер ангарцев. Когда на ангаре построили богатенский гес, деревни Кызинского района затопили. Старожили, запотеряли свою родину. Чтобы не забыть свой язык и культуру. Они часто собираются и ездят по разным городам Сибири, там где теперь живут ангарцы. Гулять в русском языке – это не только ходить на улице, это значит еще по-разному. Еще мне понравились народные игры. Я так старался, что даже ни разу растопой не остался. Чаще спрашивайте чаще. А, она в тебе? Я тут-то. Ты че? Я тут-то. Я тут-то. Ангарцы вместе с эвенками – одни из первых жителей при Енисойской Сибири. Уже со второй половины 17 века они начали заселиться на берега Ангары, в то время в Верхней Тунгусках. Поэтому коренные жители начали назвать русских переселенцев Тунгусниками. Ангарцы очень много приняли у эвенков. Только одни жили у Чумах, а другие – у Ильбах. Так выглядели ангарские невесты. Это наряд девушки-ангарки по именам Пелагии. Юбки Татьянки и когти Шушуни. А это чипец. Если женщина не прятала волосы, тогда она смогла опростоволоситься. То есть что-то сидеть не так. Это праздничная приангарская женская одежда – душеглея. И верхняя охотничья одежда – зипун. Бродные ангарские охотничьи сапоги из коровьей кожи. Знакомьтесь, это живая старина. Это руководитель Игорь Гюрюф. Лопатка Путина Вот такая она, Енисейский сипед. Поблясали? Теперь подъедим! Провать английское кушанье буду я. Сегодня мы встряпим в ангарской кухне пирог из шуки. Чтобы не вытекло, берешь вот так вот его. М-м-м, это действительно вкусно. Христос с тобой кушает. М-м-м, да, вкусно. Так, бабушка моя. Как давно вы сюда приехали и нравится ли вам тут жить? Да, сейчас уже 3 года живу и мне очень нравится тут место. И, к тому же, вот в Сибири там народы очень дружелюбимые и добрые. И вот из-за этого я очень люблю вот там Сибирь, красноярский город. Когда я пришел в Красноярск, и там я узнал, что кроветельский музей, типа, вид египтский. И я подумал, вообще, почему в Красноярск так возможно? Я вообще думаю, может, тут Египт кто-то управляет. И это, на самом деле, мне кажется, ну, очень интересно. И внутрь там здание тоже, конечно, очень интересно. История есть, еще вот народы у вас в Сибири, еще вот предметы, которые использовали. И, ну, очень интересно. И мне очень нравится это место. Ангарцы. Вот, что удивило больше всего в культуре этого народа или в быту? Ну, да, на самом деле, вот, мне очень удивляло, что там язык другой, на самом первом. Ангарцы есть, ну, старый русский язык, ну, там, скорее, скажем. И также они спорят какие-то слова, которые старые, и которые даже вот русский не понимают. И это было очень, ну, удивительно, конечно. И, другую сторону, когда они сказали, что часто едят вот рыбу, тоже мне удивило. Потому что у Таразии как-то вот русское блюдо, основное, там, мясо, я думаю. Ну, зима тоже, там, минус 50, минус 40. И в таком, как-то, состоянии жить. И вообще, как-то, я не представляю, как можно. Ну, крепко держались друг друга и помогали, я думаю. И из-за этого вот терпели вот такое холода. Что такое пирог? Ну, как я понимаю, это мягкая булочка, которая внутренне начинка, ну, возможно, вот рыба, или другого какого-то мяса, какое-то, ну, соленое, либо какое-то сладкое, возможно, вот джем, или какого-то варенье. У нас есть вот моти, это рисовая лепешка. И это тоже, как вот пирог, там, внутрь можно положить сладкий, например, это, не знаю, крупника тоже можно, либо другой, вот, бобы, только особенно есть сладкие, называется адзуки. Как вы отнесетесь к тому, что ангарцы любят кушать рыбу, уже, которая пропала, испортилась, неприятным запахом? Вот, об этом, как-то, ну, сначала, вот, я попробовал понюхать, и это был, конечно, не очень, вот, приятный запах. Я думаю, может, это какой-то процесс созревания. Ну, вот это умами появится. Умами – это вкусный вкус. Например, вот в Японии тоже рыбу мы часто едим, на сеть как-то поймали, и положим на месте чуть-чуть. Ходить где-то, ну, два-три дня, это чтобы как-то там поднимали, вот, вкус. Умами появится. Ангарцы еще ставят рыбу в банки на солнце. Да? Да. В банки на солнце? Чтобы она пахла сильнее. Пахла сильнее, да, чтобы захвата было больше. Ангарцы, наверное, так делают, чтобы получить умами. Какое, на ваш взгляд, самое необычное блюдо в Сибири? Это, например, грибной чай, там у вас есть такое. И это только один раз попробовал, и когда-то, ну, смотрел, ну, это было, ну, конечно, вот, необычное, потому что с грибами это, возможно, чай появится, и вкус был, что-то чуть кисленькое, и было, ну, очень интересно мне. Вот такая она, Енистерская Сибирь. Наверное, этот чай называется чага? А, вот, да, чага-чага называется, вот, этот.